Друзья, всем доброго времени суток! С вами канал Саша Оксана, USA США. Мы ведем маленький репортаж небольшой из города Канзас-Сити, Канзас-Сити, который расположен на границе двух штатов. И город делится наполовину. Одна половина Канзас-Сити в штате Канзас-Сити, и другая половинка города Канзас-Сити в штате Миссури. Вот такой у нас сегодня день. Сейчас 12 часов дня, 28 сентября. Я вас всех приветствую и немножко вам, буквально на две минутки, расскажу, что с нами происходит. Где мы? Мы проехали из Вирджинии, в западную Вирджинию, в Кентукки. Из Кентукки в штат Индиана, из Индианы в штат Иллинойс, из Иллинойса в штат Миссури, и доехали до города Канзас-Сити. Город Канзас-Сити располагается, как я сказал, на границе двух штатов. И одна половина города располагается в штате Миссури. Это меньшая половина города. И она как бы менее развита, поскромнее. Основная часть города, вторая половина, располагается в Канзас-Сити в штате Канзас. Канзас-Сити более развитая, более большая, более красивая, более, как бы, мне кажется, известная, на мой вкус. Мы заночевали вот в этой гостинице, переночевали, позавтракали, приняли душ. Гостиница Мариотт. Всем рекомендую сеть этих гостиниц. По-английски говорят Chain, сеть гостиниц Мариотт, разбросанных по всей стране. Очень хорошие гостиницы. С точки зрения цена-качества. Мы опять взяли гостиницу в районе 60 долларов. Брали со скидкой. Мы смотрим всегда гостиницы со скидками. Потому что реально она может стоить приблизительно 100 долларов, 110 долларов, 120, 150. Вот такая гостиница. И мы всегда стараемся взять с скидочкой. Взяли в районе 60 долларов с копейками. Плюс FI это где-то 10-15 долларов. Ну, обошлась она, грубо говоря, где-то в 75 долларов вместе с налогами. Все есть. Очень чистая гостиница. Я не стал снимать репортаж из нее. Потому что мы сутки назад останавливались в такой же гостинице. Точно в такой же Мариотт. Вы посмотрите предыдущее видео. И там есть одно или два или три видео назад. Посмотрите, там есть, где мы останавливались в Сент-Луис. В Кентаке. В Сент-Луис мы останавливались точно в такой же гостинице. И что я хотел сказать. Номер один в один. То есть вообще одинаковые номера полностью. Полностью одинаковые номера. Как будто вы из него не выходили. Такие же расцветки. Все так же. Поэтому я не стал снимать повторно. Что еще сказать. Рядом гостиница Хилтон. Хилтон Гарден Инн. Вот там вот. И здесь вот располагается реабилитационный хоспитал. Центр. Вот здание серое. Больница. Город очень большой. Город очень большой. Я так думаю, миллионник. Наверное, запросто. Это все можно загуглить. Я просто свои впечатления рассказываю. Очень здоровый по протяженности. С кольцевой автодорогой. Громадный. С пригородами. Я думаю, миллион здесь смело есть. А с пригородами может быть и 2 миллиона. Очень большой город. Низкий. С низкими постройками. В центре стоит, как всегда, даунтаун. Город разделен рекой Миссури. Если я не ошибаюсь, на две половины река Миссури делит город. Люди доброжелательные. Очень спокойные. Такие незазнайки, как в некоторых городах. Там бывает в крупных. Ну, где люди иногда себя считают как бы центром в земли. И задаются немножко. Здесь люди хорошие, душевные, хорошо общаются. Цены умеренные. Люди доброжелательные. Спокойные. Очень размеренный образ жизни. Наша была вот единственная машина здесь долгое время. Мы единственные, кто сейчас в час дня выезжает, я так понял. И вот там еще тоже, ребята, поехали. Ну, вот, в общем-то, и все. Смотрите наши видео. Ставьте лайки, если понравилось. Если не понравилось. Ну, что ж поделать. Поставьте дизлайк. Подписывайтесь. Смотрите наши видео. Потому что мы делаем освещение на... Освещаем разные события. Абсолютно разные. Даем информацию. Развлекательную, познавательную, полезную информацию. Которая может вам помочь. В путешествиях по Америке. Для того, чтобы приехать в Америку. Посетить ее. И так далее. Все. Всем пока. Всем хорошего дня. Чтобы исполнялись ваши желания. Чтобы все у вас получалось. До новых встреч в эфире.